Дорогие собратья, очень хотелось бы поделиться одной вестью. С одной стороны, она очень печальная, с другой стороны, все равно радостная, радостная за то, что народ Божий пробуждается. Как вы заметили, в Германии сейчас происходят очень непростые события. Одну часть Германии залило, да причем так залило, что просто некоторые деревни под водой оказались. Прошел сильный ливень, неизвестно, чем это было вызвано, но, конечно же, все понятно, что не просто так. И это все было специальными силами сделано, то есть определенными химическими элементами. Но мы сейчас не будем в это вдаваться, хотелось рассказать немножко другое. Да, в прошлую неделю, неделю назад, произошло такое сильное наводнение после дождя. В общем, реки прорвали и хлынули на деревни. Это было не одна, не две, не три деревни, а несколько деревень, которые оказались в итоге под водой, так как они находились более на равнине, а вокруг были предгорье. Самое ужасное, что в Германии здесь, в принципе, это очень-очень подготовленная страна, и вообще-то они всегда оповещают нам за неделю, за пару дней, с утра, если это в обед произойдет. То есть это всегда предупреждение идет, и здесь очень четко и ясно все. Но вот в этот раз ни в прогнозе ничего не стояло, ни какие сирены не предупреждали, ни по телефону, нигде, ни по телевизору. Это просто было тишь и глушь, никто ничего не знал. Это просто удивительно и, с другой стороны, страшно, потому что, если, получается, кто-то захотел, они могут просто всю информацию выключить, не дать ей прорваться, и страдают сотни жизней. Насколько мы на данный момент знаем, ушло из жизни более 165 человек. Почему говорю более? Потому что еще раскопки ведутся и находят тела. Это страшно. Еще более тысячи людей без вести пропавших, то есть нету их, мы не знаем, где они. Теперь давайте вспоминаем, что же говорил Вальтер Файт год назад. Он говорил про такой план, который он объяснял в серии лекций, что происходит профессор. Это было где-то в апреле, насколько я помню, 2020 года. И он рассказывал, что у них такой план, более половины населения Германии уничтожить. Мы не знаем, идут ли они по этому плану или нет, но это просто ужасно и страшно, как хладнокровно люди просто делают это. Теперь вот интересный момент получился в СМИ. Ничего. На следующий день после этой катастрофы мало кто об этом знал. Очень все тихо было. И только какие-то независимые источники начинали бить тревогу, что что-то там происходит. Это нас всех просто удивило и испугало, потому что в Германии обычно все совершенно по-другому происходит. Все очень быстро объясняется, рассказывается. И то, что мы видели, это происходило совершенно по-другому. Наши братья и сестры не остались в стороне, но начали сразу туда ехать. И есть один брат у нас, его зовут Тима. У него как раз родители именно в одной из деревень жили, точнее живут там и были пострадавшими также. Вот. У них залило, по-моему, первый этаж и подвал. И, конечно же, когда он это все услышал, он все бросил у себя и приехал. Он сам оттуда уехал месяца три назад, переехали мы с женой. Вот. И начал, так как у него свой канал, посылать сообщения, видео и призывать нас, адвентистов, народ Божий, проснуться, подняться и помогать ехать этим людям. И, слава Господу, на этот призыв очень много откликнулись. Очень радовало, конечно, что, в принципе, не так, что люди не знали, что делать, а наоборот, все это было очень четко, ясно и понятно. Было очень много поднято добровольцев, фирмы, которые имеют большую технику, да, потому что там и машины валялись, и деревья, и все остальное, ты так руками много что не сделаешь. Но также было очень много, и было, и есть много очень работы для рук, для людей. Вот. И очень много добровольцев просто со всех немецкоговорящих стран начали съезжаться туда. Это вообще только благословение для людей, которые понимают, как важно общение, как важно помощь, как важно милосердие, которое Господь нам всегда показывал, и говорил, что мы его проявляли на деле. Очень грустно было видеть, что всю эту неделю власти не разрешали ни одному полицаю, ни одному пожарному приехать туда и помогать. Есть очень много здесь структур, которые в таких катастрофах все делают. Но ни одного человека всю неделю не было видно. Со вчерашнего дня разрешили власти, мы так думаем, мы не лезем туда никто, но власти разрешили полицейским и пожарным помогать, и они начали сразу в газетах фотографии ставить, что вот полицейские, вот пожарные, вот то-то-то. Но неделю, неделю, где возможно было еще людям возможно было помочь. Там очень много скота, очень много домашних животных просто либо от голода умерли, либо от того, что у них не было возможности выкарабкаться где-то на сушу, умерло. Ну, я уж не говорю про людей, это просто невозможно передать словами, что без техники люди так быстро не могли ко всем деревням приехать. Мой муж с сыном тоже поехали туда, и также многие братья и сестры с нашего места, с Австрии тоже поехали туда. И слава Господу, что возможность появилась там тоже помочь. И вы знаете, вот в этот момент, я думаю, Бог хочет использовать на деле наш народ. Мы должны проявить любовь самарянина, любовь Божью на деле, убирая эту грязь, вывозя все, что там просто гниет и мокнет, да, вот это все очищая, и причем бесплатно. Вчера был такой интересный момент, мне муж мне рассказал Тиму, который вот видео выставляет. Он попросил наших собратьев, где-то около 40 человек, может быть, это больше, 50, наверное, может, даже еще больше. Ну, не меньше 40 было, я точно знаю. Поехать именно в одну деревню, а там они оказались только первые, еще никто там не помогал. Вот, приехали туда, и там просто ужасно, полуразваленные дома и все остальное. И приехал к дяде своему. Они все очень строгие католики и не любят адвентистов. Так как тогда, когда он лет 7 назад принял крещение, они, конечно, очень были против и очень злые были на него. И вот получается так, что когда они пришли, он был такой угрюмый и сердитый. Но когда все эти 40 человек начали вычищать все его два этажа, а у него прямо до крыши все было в воде, вода поднималась до 10 метров, то когда они вечером уходили оттуда, его лицо сияло от счастья и радости, и он был очень приполнен благодарностью к этим людям, точнее к нашим собратьям. И вот я думаю, что это очень важный момент, что мы вот в этих местах, там очень строгие католики живут в этих деревнях, мы можем показать, что мы никакие не фанатики, никакие-то не нормальные, мы нормальные, простые люди, которые хотим добра ближнему. Я думаю, что вот в этих моментах мы должны действительно не прозевывать свое время, а действительно действовать. Я понимаю, что не каждому возможно в такие моменты куда-то уехать и бросить все. Да, конечно, но тогда нужна молитва. Была организована группа, и у нас каждый день молится группа людей, братьев и сестер, которые не могли поехать, но молитвы хотят поддержать. Были те люди, которые пожертвовали финансово. Открыли счет специально для этих людей. И вот около дома Тима поставили огромный такой стенд с продуктами, с вещами первой необходимости, и также с одеждой. Есть люди, которые спонсировали также одежду, подушки, одеяло, матрасы. В частности, например, шеф моего мужа, он работает на матрасной фабрике. И вот шеф тоже туда поехал на бусике, на автобусе, меня в автобусе, загрузив туда, не знаю, около 40, наверное, матрасов. И для людей, потому что они лишили, ноги лишились просто всего. У некоторых даже и дома нет. Это просто ужасное состояние, конечно. И я понимаю, что в каждой стране такие катастрофы, катаклизмы происходят. Но страшно, когда от тебя, получается, государство отворачивается. И, честно скажу, даже были такие моменты, что они просто не пропускали. Не пропускали в деревне. Говорили, что не нужна помощь. Это, конечно, очень сильно обескураживало людей, потому что там знают, что есть. А еще была нарушена связь. Потом где-то через пару дней, два дня, по-моему, через два дня связь наладилась. А то и связи даже не было. Это было просто ужасно. Там маленькие дети, старики, люди. И одна женщина рассказывает, что она видела бабушку, сидящую за столом на террасе. И вот в один момент волна пришла, и этой бабушке не стало. Это просто ужасно. И еще один момент был, как одна женщина услышала вот этот шум и поняла, что просто что-то ужасное происходит. Сохватила своих деток. У нее было трое деток. Точнее, у нее есть трое деток. И один грудничок. И вот она поднялась на второй этаж. Потом она открыла чердак, залезла на чердак. И просто чудом осталась живая вместе со своими детками. Все до крыши, не до крыши, а до чердака, все наполнилось водой. И еще потом вода снесла пол дома. Вот какие ужасные вещи происходят. И я думаю, что вот эти моменты могут нам показать, как мы себя проявляем, как верующий народ. А вот теперь еще в момент хотела добавить верность Богу. Вы знаете, там, естественно, очень много добровольцев, которые готовят еду, которые разносят напитки, воду. И вот здесь вот вставал вопрос. Это мне рассказывает мой муж. Говорит, что брать колу, фанту там или просто воду. И спрашивали, что вы хотите. И слава Господу, что адвентисты говорили, мы будем воду. Они так удивлялись. Окей, брали все воду, воду, воду. Потом, а что вы будете кушать? И начали говорить, ну мне, пожалуйста, без молочного, без мяса, то есть веган. Веган, 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 веган. И потом один мужчина говорит, никогда не видел в одном месте столько веганцев. Слава Господу, конечно. И столько тружеников там, которые просто оставили все и приехали туда помогать. И так видно, какой там дух любви, взаимопонимания, взаимовыручки, смирения, кротости сопровождает сейчас всех там. Слава Господу за это, за эти трудности. Вы знаете, через эти трудности мы убеляемся, мы очищаемся от шлаков, чтобы нам предстать пред Иисусом Христом. Я благодарю Господа за то, что Он охраняет и оберегает каждого. Пусть Бог благословит вас всех. Аминь. Аминь.